Юношеский максимализм, альтруизм и желание помогать людям привели Илью Шемякина на работу фельдшером. Начинал он в Дивеевском фельдшерско-акушерском пункте, успел поработать в приемном отделении, а сейчас служит в бригаде скорой помощи в клинической больнице номер 50. Мы полипрофильные специалисты, то есть у нас нет никакой дифференцировки в плане вызовов. То есть едем абсолютно ко всем и абсолютно на все. Каждый вызов уникален, каждый пациент уникален. В среднем за смену одной бригады 10-13 вызовов. Однако день на день не приходится, иногда совсем нет времени заехать на станцию. При этом, по признанию фельдшеров, большой процент вызов не требует экстренного медицинского вмешательства. Мы бы хотели, чтобы люди более взвешенно оценивали свое состояние, состояние своих родных, не подвергались панике, ставили машину так, чтобы могла проехать санитарный автотранспорт. Но это, наверное, самое основное, потому что это единственное, что у нас больше всего. Люди часто паникуют, часто оставляют машины, приходится объезжать, искать всякие лазейки, чтобы проехать. Такое ощущение, что у нас отсутствует культура здоровья у людей. И у нас люди начинают задумываться о своем здоровье уже после пенсии, когда уже большой букет хронических заболеваний у них. И тут они понимают, что, оказывается, нужно было заниматься здоровьем. И, конечно, употребление алкоголя – это прям бич. Не знаю, как всего человеческого, но в России это заметно. То есть, как правило, большой процент вызывов у нас, то есть вызывающие, у которых какая-то катастрофа случается с здоровьем, он, как правило, находится в алкогольном пении. Максим Остапкевич – фельдшер с 22-летним стажем. Интересных, сложных или забавных случаев его практики было немало. Но самым трогательным он считает роды, которые ему пришлось принимать на дому. Это был один из первых его вызовов после окончания медучилища приема на работу. Женщина решила не обращаться в роддом, а родить самостоятельно. Но медиков все-таки позвала. В моей практике это было впервые, когда я принимал роды дома. Сейчас это с каждым годом реже, периодически бывает. Но пока обходилось без осложнений, скажем так. Все у нас было удачно. Приезжали в Ормя. Роженица, ребенок доставлялись в Ормя. Все живы, здоровы. Фельдшер должен делать и уметь все, рассказывают наши герои. Это специалист широкого профиля. Он проводит медицинские манипуляции, может самостоятельно осмотреть пациента, поставить диагноз и начать лечение. 21 февраля фельдшер отмечает профессиональный праздник. Не хватает врачебных кадров, нет младшего персонала медицинского. И на стражу здоровья встает никто иной, как фельдшер. Уникальность профессии состоит в том, что он может работать руками. Он должен хорошо работать головой. Он умеет и может использовать свои ресурсы, свою профессиональную деятельность в своей работе, в оказании скорой и неотложной медицинской помощи. Поэтому сегодня всем своим фельдшерам я желаю крепкого здоровья. Я хочу, чтобы они долго-долго работали в этой профессии. Чтобы все, кто к нам пришел, оставались вместе с нами и всегда хранили честь и достоинство в своей профессии. В честь праздника главный врач КБ номер 50 Игорь Лашманов вручил фельдшеру скорой помощи Максиму Остапкевичу медаль Министерства обороны Российской Федерации за укрепление боевого содружества. Благодарственными письмами от Министерства здравоохранения Белгородской области наградили фельдшера Илью Шемякина, врача Елену Клюеву и водителя Юрия Родина. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.